У микрофона Павел Анисимов. Здравствуйте. Начинаем большой информационный эфир. На Петербургском международном экономическом форуме сегодня ключевое мероприятие – пленарная сессия с участием Владимира Путина. В своем выступлении глава государства уделит внимание вопросам экономики, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом Песков уточнил, что, скорее всего, дискуссия уйдет в сторону обсуждения политэкономии. Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны. Но если брать в совокупности выступление президента и затем дальнейшую дискуссию панельную, которая состоится, то смело можно предположить, так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию. Нечистой политики, нечистой экономики больше не существует. Традиционно речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных обращений главы государства в году. Помимо послания Федеральному собранию, итоговой пресс-конференции и прямой линии с гражданами России. Пленарная сессия начнется после 14 часов. Наша радиостанция будет транслировать выступление Владимира Путина. Затем ожидается выступление высоких иностранных гостей Боливии и Зимбабве, которые также будут присутствовать на мероприятии. Во второй половине пленарной сессии лидеры вместе примут участие в дискуссии. Напомню девиз Петербургского международного экономического форума в этом году. Основа многополярного мира – формирование новых точек роста. Соединенные Штаты не видят угрозы в визите российских кораблей в порт Гавана. Об этом заявил Белый дом. Ранее революционные вооруженные силы Кубы информировали, что группа кораблей ВМФ России прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Москва официально не комментировала эту информацию, но в западной прессе эти сообщения вызвали настроения, близкие к панике, и болезненные воспоминания о временах Карибского кризиса, комментирует журналист ВГТРК Валентин Богданов. Там уже есть комментарии, например. Ну, первые, конечно, отреагировали те, для кого это вообще очень болезненно. Марко Рубио, сенатор, он ребенок сбежавших с Кубы эмигрантов, антикастровского. То есть для него это прям вот для таких людей это прям триггер очень мощный. Ясно, что, наверное, я не хочу тут выступать ни в коем случае человеком, который готов там трактовать слова нашего президента, что он имел в виду. Я думаю, что он прекрасно знает, что он имел в виду и какие страны. Но да, с точки зрения вот такого медийного восприятия этой истории, безусловно, очень, сейчас же мир какой, то есть очень много на фьючерсах построено. Вот если сравнивать с нефтяной, такие на ожиданиях, то может и не случиться. Но сама картина ожиданий, ясно, что эта тема, если она сейчас останется в медиапространстве еще какое-то время, или же будет подогрета реальным появлением одного-двух, не знаю, даже кораблей на Кубе, на Венесуэле. Но это в Америке в предвыборный год важно все. И вот этот аргумент, его, безусловно, против Байдена будет использовать республиканская партия. Да хотя бы по простой причине, потому что большинство кубинцев, вот эта маленькая Гавана, да, райончик, я там бывал, да, я был, бывал в этом музее, посвященном неудачной при Кеннеди высадке в заливе свиней, да, это все люди, которые поддерживают традиционно республиканцев. И для них, и для колеблющегося, в том числе электората, да, кубинского, молодежь уже не так, да, молодежь уже скорее за демократов, там, там, четкое разделение отцы и дети, то есть старики все за республиканцев, молодые уже за Байдена. И вот теперь эти старики будут говорить, вы увидите, что Байден ваш делает? То есть из-за него русские уже, опять же, а что такое Куба? Это 90 миль до Майами, чего они всегда боялись, да, что подлетное время, там, ракеты. Я здесь в Нью-Йорке снимал бункеры, которые строили на Манхэттене в то время, потому что говорили, они считали подлетное время, там, две минуты до Вашингтона, там, до Нью-Йорка четыре минуты, две минуты. Эта история, она вернет и разбудит очень много чудовищ, да, так скажем. Но это и хорошо для, опять же, для тех же республиканцев, это будет очень выигрышно, это какие-то откусит, опять же, проценты у Байдена и у демократов, безусловно. Да, хуже Кубе уже не сделаешь, потому что Куба вообще под всеми американскими санкциями, как и Венесуэла. Там Венесуэлу тоже называют, на самом деле, две страны. То есть с Кубой что? Куба против Кубы эмбарго, да, фактически. Куба первая страна, на которой американцы, в принципе, обкатали этот инструмент санкций, да. С Кубой же все началось. Блокада Кубы, 61-й год, это уж тогда же началось, да. То есть вот Куба стала полигоном для обкатывания абсолютно противоречащих нормам международного права, технологий. Всех тех технологий, это питомник, да, если угодно, по выращиванию вот этих опасных гибридов, с помощью которых они пытаются регулировать мировую политику. Ведь что только не делали, и покушались на Кастро, и готовили фактически цветную революцию, потом заготовили интервенцию. И, кстати говоря, радио вот это, которым руководил в свое время никто иной, как папаша Такера Карлсона, да, это же тоже туда все вещало. Радио Мартии. Это Куба была вот полигоном, но при этом Куба отбилась, Куба выдержала. Журналист ВГТРК Валентин Богданов. Это был фрагмент программы «Штатный корреспондент». Полностью программу слушайте после 18 часов в нашем эфире. Германия подготовила план войны с Россией. Об этом пишет Бильд. Немецкое правительство выпустило рамочную директиву по общей обороне со списком мер при военном конфликте. Это произошло на фоне слов министра обороны Писториуса, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году. Что в себя включает этот новый план, расскажет наш СОПКОР в Берлине Сергей Курохтин. Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Недавно Минздрав Великобритании дал рекомендации на случай начала глобальной войны. Британцам советуют собрать аварийный запас еды, прятаться в подвалах и принимать таблетки йода. Какие советы дают власти Германии? Британский план – это план Минздрава все-таки, а это в Германии план правительства, о котором пишет Бильд. Но сразу нужно сказать, что, конечно же, это не новый план, и Бильд тоже на это указывает. Это переработанная версия плана 1989 года. Конечно, в 1989 году уже холодная война практически шла к завершению. Тем не менее, план этот существовал, и именно его взяли немецкие власти за основу. И то, что в нем содержится, по крайней мере, из того, что опубликовано, в принципе, ничего нового для нас не содержит. Главное, с военной точки зрения в этом плане, это то, что Германия, главная ее военная задача будет – это переброска сил НАТО через территорию Германии. А об этом мы регулярно слышим и от немцев, и от других представителей НАТО. Кстати, в апреле, вот совсем недавно, были большие военные учения «Квадрига-24», и они как раз были нацелены на то, чтобы перебрасывать силы НАТО, учиться на восточный фланг НАТО. И тогда генеральный инспектор Бундесвера, как раз Карстен Бройер, и сказал, что все пути на восток ведут через Германию. Поэтому вот это будет главная задача немецкого Бундесвера, в том числе, обеспечить переброску войск. Безусловно, также говорится в этом плане о том, что будет введена обязательная воинская служба, военная служба. Дело в том, что в 89-м году как раз этого не было, тогда она еще была обязательная, потом в Германии отменили. Вот сейчас ее введут, и кроме того, в этом плане говорится о том, что в любом возрасте люди могут быть привлечены к определенному труду, ну, например, по уходу за больными или что-то подобное. Говорится, естественно, даются советы о соблюдении безопасности, о том, что люди должны знать, где находятся убежища, подвалы, подземные парковки, где станции метро и так далее. Что возможно, эвакуация населения, что население должно быть к этому готово. Хотя также вот в этом плане подчеркивается, что возможно будут места, где людей нельзя будет эвакуировать и нельзя им будет помочь. И в этом случае люди должны сами справиться со своими трудностями. В больницах говорится о том, что там возможно увеличение работы, и, соответственно, больницы и все госпитали должны быть к этому готовы. Что же касается вот продовольствия, Павел, которое вы упомянули, то да, об этом тоже говорится, что возможно будут введены нормы распределения, и тогда, конечно же, создание аварийного запаса еды для людей, безусловно, является важной задачей. И об этом тоже население должно помнить. Ну и, конечно же, говорится о том, что промышленное производство в Германии должно быть готово к переходу на производство товаров для военных нужд. Как я уже, ну вот из того, что я сказал, я думаю, что ничего нового для наших слушателей в этом плане нет. И, естественно, нельзя не сказать, почему именно сейчас вот немецкое правительство этот план, ну, считайте, неофициально, но фактически опубликовывает. Если вы хотите, чтобы люди знали о ваших планах, то отдайте этот план как раз изданию Bild, и оно все это в массовом порядке опубликует, и большинство действительно в Германии об этом узнает. Почему именно сейчас делается этот шаг? Абсолютно понятно тоже почему. Правительству Германии сейчас нужно оправдать рост расходов на оборону и на поставки оружия Украине. Потому что именно по этому пункту очень многие в Германии возражают против действия правительства. Это ведет к падению его и политического рейтинга. Все-таки не будем забывать, что вот сейчас уже в это воскресенье выборы в Европарламент пройдут в Германии, и если нынешняя правительственная коалиция в Германии получит минимальное количество мест, то это будет очень серьезным политическим ударом, и, конечно, поэтому нужно еще и еще раз людям напомнить о том, что это правительство сейчас заботится о вашей будущей безопасности, и поэтому тратят деньги на военные расходы и так далее, и так далее. Плюс к этому Европарламент еще бог с ним, но осенью будут более важные земельные выборы в Германии. И вот если ситуация не изменится, а все прекрасно понимают, что экономически в Германии никаких изменений до осени не будет, а вот там, если правительственная коалиция проиграет эти выборы, точнее, она их точно проиграет, вопрос в каком размере. Если это будет в катастрофическом размере, то это может привести и к распуску правительства. Поэтому нет сомнения в том, что в ближайшее время все чаще и чаще от правительства будут вот эти публикации тех или иных планов, касающихся возможных военных действий. И это и будет объяснением для населения Германии, которое постоянно задает вопросы, почему растут цены, почему нет социального жилья, почему не решаются те или иные проблемы в Германии. Ну и вот и судя по всему, теперь у правительства на все это будет один ответ, потому что гладиолус. Павел? Оригинальный ответ, оригинальный. Спасибо большое, Сергей. Сергей Крофтин, наш СОПКОР в Берлине, об обновленном военном плане Германии. Основные тезисы из этого плана, что войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, именно на восточный фланг упоминается, где также будут находиться силы Бундесвера. Кроме того, судя по этому плану, подвальные помещения, все подземные автостоянки станции метро будут использованы в качестве временных бункеров для населения. Уточняется, что пока Германия защищается, так говорится, в плане Бундестаг не должен распускаться. Кроме того, власти могут отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых районов страны. При этом запрещено разделять семьи, а больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени. Вашингтон может объявить сегодня о новом, более агрессивном подходе к вопросу о ядерном оружии. Как сообщают американские СМИ, Белый дом намерен принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями и внести определенные коррективы в позицию Соединенных Штатов. Более решительный подход – это разработка новой гравитационной ядерной бомбы, уточняют журналисты. Кроме того, администрация Байдена намерена обеспечить ключевых союзников необходимыми ресурсами для атак на дальние расстояния. Что это означает для глобальной безопасности и какой должен быть наш ответ, спросим эксперта. С нами на связи военный обозреватель ВСТ-ФМ Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый день. После вчерашнего проведения штатами второго испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Минетман-3» сообщается, что сегодня Белый дом объявит о решении принять более напористую стратегию в сфере ядерного оружия. США активно готовятся к чему? Да вы знаете, я вот как-то вот к этой риторике отношусь, ну не то чтобы критически, но, понимаете, дело в том, что куда уж более агрессивно. Поскольку все-таки вот в Соединенных Штатах, многих других государствах, обладателях ядерного оружия разработаны заранее, в мирное время, еще там несколько десятков лет назад планы стратегических операций ядерных сил или операций стратегических ядерных сил. То есть на территории противника давно уже определены все объекты удара, разработаны полетные задания для всех видов носителей, они введены в соответствующую аппаратуру, и срок вообще-то применения стратегического ядерного оружия, вот это оперативное время, 7-9 минут. И при возникновении какой-либо кризисной ситуации, ну ни один глава государства не скажет, ну-ка, что там написано в моей стратегии по этому поводу, или принесите ко мне военную доктрину, я посмотрю там, что написано. Там это просто счет пойдет на минуты, на секунды по вопросам применения ядерного оружия. И сказать, что типа они готовятся к применению ядерного, так все у них уже давным-давно готово. Ну, собственно говоря, как и у любой ядерной державы. Так что пока на данном этапе это, ну, наверное, все-таки риторика, политические заявления, желание показать себя, ну, наиболее крутым в этом варианте. Что же касается так называемых гравитационных бомб, одно название может сбить с толку людей. Это обычная авиационная бомба, их называют у нас бомба свободного падения. Вот в Соединенных Штатах она называется гравитационной. Это, например, боеприпас типа Б-61-12. Но дело в том, что вот эта авиационная бомба с ядерным зарядом, она имеет характер высокоточного оружия, поскольку она управляется по данным системы глобального позиционирования, и промах ее составляет, ну, буквально несколько метров. То есть это ядерное оружие в высокоточном исполнении. Но надо все-таки заметить, что вот процент вот этих ядерных бомб в арсенале ядерного оружия Соединенных Штатов, ну, в общем-то, не так и велик. И, собственно говоря, разрабатывались они для ударов, в основном, по неядерным государствам, чтобы не получить никакого ответа. Ну, например, в частности, в случае возможного конфликта с Ираном, к примеру. Поскольку применение таких боеприпасов, например, ну, гипотетическое, скажем так, по объектам на территории Российской Федерации, ну, вызовет мгновенный, ответный, массированный ракетно-ядерный удар. То есть вот у этой бомбы достаточно такая узкая сфера боевого применения. Так что, когда говорят, что там типа они напряженно готовятся к применению ядерного оружия, ну, наверное, все-таки можно сказать, давно у них к этому все уже готово. А что хотят показать Соединенные Штаты несколькими пусками подряд вот этих межконтинентальных баллистических ракет Minitman 3? Вы знаете, вот это сугубо мое, конечно, мнение по этому вопросу. Дело в том, что такие пуски происходят периодически. Что с нашей стороны, что с американской стороны. Ракеты Minitman 3, ну, собственно говоря, уже откровенно устаревают. Нет, они, конечно, в полной готовности к боевому применению. Но, тем не менее, как и у нас, так и у них, например, стоит какая-то определенная группа изделий, выпущенных в каком-то, например, году. И периодически производится отстрел одного изделия с этой группы, чтобы убедиться в полной технической исправности этой ракеты и подписать все акты на продление гарантийных сроков эксплуатации или увеличение сроков эксплуатации. Это обычная такая, скажем так, рутинная процедура. И дело еще в том, что обо всех этих пусках они заранее нас предупреждают, так и мы, собственно говоря, их предупреждаем. И когда производится пуск, как правило, происходит отработка работы по носителю, боевым блокам всех средств предупреждения о ракетном нападении. То есть производятся все траекторные измерения. Производится измерение отклонения падения боевых блоков от точек от точек прицеливания. Но боевые блоки, естественно, используются инертные. То есть, ну, я бы не... Вот это я не расценивал бы, как типа там посылка каких-то сигналов или предупреждений. Понятно. Вот. Для нас, например, для нас, например, вот гораздо большую опасность на данном этапе представляет вот это самое разрешение Украине применить дальнобойное оружие по нашим объектам на территории нашей страны. Вот это действительно угроза. А это, ну, ежегодные, рутинные мероприятия. Но это сугубо мое мнение. Как ракетчика. Да, понятно. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Михаил Ходоренок, военный обозреватель Вести ФМ, был с нами в эфире. И к другой теме. Европейцам рекомендуют не обращать внимания на выборы в Европарламент. Основная функция парламента – создавать видимость живой демократии в действии, утверждают СМИ. Тем временем в Нидерландах выборы уже прошли при рекордной явке. И, судя по экзит-полам, победу там одержали левоцентристы. За евровыборами следит наш СОПКОР в Брюсселе. Регина Севастьянова. Она с нами на прямой связи. Регина, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Благодарю. Нидерланды первые из больших стран отправились к избирательным участкам накануне. И, несмотря на то, что официальные результаты можно публиковать только в воскресенье вечером, когда весь Евросоюз проголосует, экзит-полы показывают, что ультраправые одержали там очередную победу. Партия Герта-Вилдерса, которая не так давно поразила буквально весь Евросоюз, победив на национальных выборах в парламент, судя по всему, стала большим победителем и общеевропейских выборов. По крайней мере, согласно Ипсос, например, партия Герта-Вилдерса может занять второе итоговое место, пропустив вперед только альянс лейбористов и зеленых. Экзит-полы дают этому альянсу 8 мест в Европарламенте, в то время как партии ультраправых Герта-Вилдерса 7 мест в Европарламенте. При этом до сих пор они вообще не были представлены в общеевропейском законодательном доме. Правоцентрическая партия уходящего премьер-министра Марка Рюта, видимо, получит 4 места, потеряв одно кресло по сравнению с мандатом, полученным в 2019 году. Герта-Вилдерс уже заявил, что его сторонники стали крупнейшими победителями этого дня, выразив надежду, что по официальным результатам, которые, еще раз скажу, будут опубликованы в воскресенье вечером, его партия станет первой. Тут надо также отметить, наверное, тот факт, что малые союзники Герта-Вилдерса по коалиции, например, право популистское движение фермеров и граждан и центристский новый социальный договор, которые являются новичками на политической арене, также, похоже, сумели провести своих представителей в Европарламент, получив, соответственно, два и одно кресло. То есть еще три кресла в Европарламенте для потенциальной фракции уже на общеевропейском уровне. Хотя это не является официальным результатом, все же данные из Нидерландов здесь рассматривают как некий барометр по всему Евросоюзу. Предполагается, что крайне правые, например, одержат большие победы во Франции, в Италии, вполне могут занять второе место в Германии. Здесь в Бельгии опубликованы последние теперь уже опросы накануне выборов, которые показывают, что НВА, потеряв около 4,5%, может получить 20,5%, а Фламс Белан станет крупнейшей по итогам этих выборов, получив 27%. Это дает двум крупнейшим партиям право толка Бельгии более 50% всех голосов. Таковы последние результаты опросов. При этом ЕвросМИ, средства массовой информации в Европе, сегодня рассуждают, опять же, на тему явки, как европейцы могут отреагировать на призыв прийти на избирательные участки. Например, на страницах политики вышла статья, где утверждается, что все это, на самом деле, пускание пыли в глаза, что тот факт, что европейцы считают важным проголосовать на этих выборах, является лишь результатом хорошей пиар-акции со стороны самого Европейского парламента. Автор в такой юмористической, я бы сказала, манере... На секунду торжемся. Пожалуйста, продолжайте. Автор политиков в такой саркастической манере говорит о том, что Европарламент, на самом деле, обладает куда менее серьезным весом на политической арене Евросоюза, чем сейчас представляется в преддверии этих европейских выборов. Например, приводится... Прошу прощения за тавтологию. Урсула фон дер Ляйен, которая получила место президента Еврокомиссии, не участвуя фактически в выборах 2019 года, и сейчас президент Еврокомиссии, надеясь получить второй мандат, сосредоточилась как раз-таки на закулисных встречах с представителями разных европейских стран. Ей нужно лишь получить поддержку новых европарламентариев, но не обязательно выиграть выборы, получив наибольшее количество голосов у европейцев. В данной ситуации речь идет о Европейской народной партии. Кроме того, ей нужно, конечно же, договориться с лидерами стран Евросоюза, потому что в конечном итоге им предстоит утверждать главу основного законодательного органа Евросоюза. Однако нельзя упустить из внимания и тот факт, что, конечно, ни одна из законодательных инициатив Еврокомиссии не становится законом фактическим без одобрения Европарламента. Многие рассматривают основную деятельность Европарламента как проявление настроений европейского общества, поскольку это прямые избранники европейского народа, остальных европейцы не выбирают, то есть президенты Еврокомиссии, как я сказала, европейцы не выбирают, его назначает в итоге Европарламент. Настроение отображается в тех резолюциях, которые в основное свое рабочее время принимает Европарламент. Автор собрал и все те скандалы и вопросы, которые в последние перед выборами дни фигурировали на страницах с средств массовой информации, начиная от скандалов, тот же самый Катаргейт, скандалы со взятками, скандалы с прослушиванием, скандалы с влиянием иностранным на Европарламент и длительные разговоры, которые здесь уже на протяжении десятилетий курсируют. Например, стоимость самого Европарламента, нужен ли Европарламент, например, второй дом в Страсбурге или ему достаточно платить только за дом в Брюсселе. Как известно, Франция считает важным, что на ее территории находится основное здание Европарламента, хотя большую часть времени европарламентарии заседают в Брюсселе. Евродепутаты получают большие деньги, 120 тысяч евро в год, что более чем в три раза превышает среднюю зарплату граждан Евросоюза. Содержание французского дома Европарламента обходится более чем в 100 миллионов евро в год. Наконец, вот эти постоянные переезды евродепутатов на сессии из Брюсселя в Страсбург тоже стоят достаточно денег. Например, место на самолет обходится примерно в полторы тысячи евро. И тоже зеленые говорят о том, что это такой серьезный углеродный след. Но, собственно, ту мысль, которую автор пытается донести в этой длительной статье, подвигает идею в том, что Брюссель должен получить больше власти в свои руки. Если такие деньги выплачиваются за Европарламент, если настолько сейчас активно избирателям говорится о необходимости прийти и проголосовать, то, возможно, считает автор политику, Европарламент должен получить больше власти, а не становиться таким показательным просто домом, который ничего не решает. Но надо добавить по первым дням выборов, что европейцы, по крайней мере, вот в Нидерландах услышали этот призыв накануне, как я говорила, Голландия уже проголосовала и проголосовала с рекордной, по сравнению с предыдущим мандатом явкой, 47% жителей, имеющих право голоса, пришли отдать свой голос за того или иного кандидата. Это более чем на 5% выше, чем в 2019 году. Павел. Да, благодарю вас, Регина. Из Брюсселя наш СОПКОР Регина Севастьянова. Регина Севастьянова